Итак, кровь у нас состоит из плазмы и клеток, форменных ее элементов. Концентрация, конечно же, будет изменяться в зависимости от различных патологических состояний. Расшифровка анализов позволит нам оценить о наличии либо отсутствии воспаления, об интоксикации, обезвоживании различных кровотечений и так далее. Будем знакомиться с этим популярным, самым простым и самым информативным анализом. Итак, мы поговорили, что нам позволит оценить функциональное состояние в целом организма, позволит контролировать эффективность проводимой вами терапии, в том числе и различных протоколов питания. И мы сможем с помощью ОАК, общего анализа крови, прогнозировать вход патологического процесса. Ключевые показатели гемоглобины, эритроциты, гематокрит, средний объем эритроцитов, макроциты, микроциты, цветовые показатели. Сейчас будем подробно все это обсуждать. Так, гемоглобин. Соединение железа и белка, который отвечает за транспортировку кислорода к органам и тканям. Что мы можем видеть при снижении гемоглобина и заподобие? Это, конечно, вероятность на железодефицитную анемию. Причинами низкого гемоглобина еще могут быть дефициты витамина В12, отсутствие в рационе продуктов животного, белка с животным происхождением, что часто показательно в анализах у людей, вегетарианцев, вегантов, и регулярная, например, кровепотеря, в том числе, если женщина обильно менструирует. Повышенный гемоглобин – это уже мы можем либо заподраздить у человека высокие дозы никотина и большое количество мяса в рационе и очень невысокий питьевой режим. Обезвоживание, гипоксия, беременность, густая кровь, поликристос почек, эритмия, гемохроматоз. И список, на самом деле, не такой уж и маленький. При повышенном значении гемоглобина мы обсуждаем со своим подопечным, нет ли в данный момент у него подобных состояний. Низкие показатели, конечно же, дефициты, голодания, кисты, гипотериоз, цирроз печени, дефициты и аутоиммунные заболевания, заболевания почек и так далее. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците отражает нам, насколько сама клеточка эритроцита насыщен гемоглобином, снижается он при точно так же железнодефицитных анемиях и повышается. Практически такого еще не встречали, скажем так. Гематокрит – это значение, которое определяет клеточную массу к плазме. Очень часто люди делают большую ошибку и перед сдачей анализ на общий анализ крови не пьют воду достаточно долго, видимо, по каким-то системным утверждениям, что воду нельзя пить перед анализом. И исключают ее минимум на 12 часов, не то, что там утром натощак. На самом деле это совсем не очень правильный подход. Я видела в анализах абсолютно неправильные значения гематокрита, повышенного гематокрита, и мы подразумевали обезвоживание организма. После разговора с ним, с человеком, оказывалось, что у него достаточно хороший, нормальный, адекватный водный режим, но оказывается, он настолько подошел дисциплинированно к анализу, что не выпил, а утром очень хотелось тех же 100 мл воды. И тем самым его анализ на гематокрит дал нам вот такие ложные показатели. Поэтому, если мы видим повышенное, мы сразу думаем обезвоживание, на густую кровь, на какие-то очень серьезные заболевания. Поэтому советую задать вопрос, а лучше проинструктировать человека перед сдачей анализов. Пониженные значения могут быть низкий референс дефицита железа, дефицитов витамины группы В при аутоиммунных заболеваниях, при почечных недостаточностях и при онкологии. Нормы в процентном соотношении практически во всех лабораториях вот такие одинаковые. Эритроциты. Эритроциты у нас это клеточные элементы, у них нет ядер, а внутриклеточное пространство их заполнено гемоглобином. Могут повышаться при гипоксии, при интенсивном курении, при избытке тестостерона, при эритмии, при обезвоживании. Понижаются на железодефицитную анемию, конечно же, на витамины В6, В12 и В9, при гипотариозе, при различных гнилистых инвазиях паразитов, кранических инфекциях и более сложных заболеваниях, которые перечислены. Средний объем эритроцитов. Мы должны увидеть оптимальное значение 85-90. Он это озит нам среднее содержание гемоглобина в эритроцитах. Распределение эритроцитов по объему мы увидим. То есть наличие эритроцитов разного объема. Оптимальное значение мы должны быть в середине референса. И вот следующий показатель, скорость оседания эритроцитов, он очень часто в лабораторной бумаге стоит отдельным пунктом, потому что при повышении мы однозначно понимаем наличие воспалительного процесса. Например, лабораторный референс всегда 0,20. По крайней мере то, что я вижу. При нашем здоровом самочувствии может быть 1,02, 1,02, не выше. Если мы видим показатели все выше и выше, значит мы находимся в данный момент в воспалительном процессе. Любое ОРВИ, ОРЗ, любое хроническое заболевание, такое вяло текущее, нам уже покажет, СОЭ, высокий, что воспалительный процесс идет. При правильно подобранной терапии, при исключении заболевания, при, скажем так, снятии концентрации воспаления, этот показатель сразу возвращается в норму. Вот вы видите, какие могут быть причины повышения СОЭ, и этот список можно продолжать бесконечно на самом деле. Это очень важный анализ. Если мы подразумеваем человека на какой-то стадии болезни, мы обязательно подключаем СОЭ. Пониженные значения тоже могут быть ниже референса, ну, может быть и нормы, при голоданиях очень часто, и при обезвоживании, и при дефиците массы тела. Здесь указано от 2 до 9, но на самом деле лаборатории очень часто расширяют даже до 20. Оптимально действительно 1-2. Лейкоциты. Образуются у нас в лимфатической системе, в костном мозге, и это наши защитные клетки организма, скажем так, за счет распознавания и нейтрализации чужеродных агентов. Как правило, лейкоциты смотрятся в развернутой своей лейкоцитарной форме. Это очень важный показатель в общем анализе крови. Итак, что нам могут сказать повышенные лимфоциты? Повышенные – это значит уже ближе к границе верхней референса и далее. Физические нагрузки высокие, лейкемия, ну, конечно, это уже достаточно другое заболевание, тем не менее, да, воспалительные и различные аутоиммунные процессы, ревматоидные артриты, стрессы и беременность. Пониженные значения лейкоцитов означают, что мы находимся с вами в хроническом инфекционном процессе. Это могут быть аутоиммунные заболевания, это могут быть заболевания печени и селезенки, это могут быть длительные приемы антибиокотиков. То есть, если мы видим, что наши лейкоциты в анализах понижены, наш организм очень трудно справляется с защитой, очень плохо включается иммуносистема, происходит такая иммуносупрессия. И даже если мы видим полностью свой анализ крови, где все показатели в пределах референса, мы хорошо себя чувствуем, у нас в принципе все неплохо, но мы видим значительно пониженные лейкоциты, мы можем уже с вами заподозрить о том, что мы находимся в состоянии иммунодефицита. Тромбоциты, клетки, которые образуются в красном, в костном мозге и отвечают за процесс свертывания крови. Повышаются тромбоциты при железодефицитной анемии очень часто, при различных травмах, при воспалительных процессах, происходящих в кишечнике, при почечной недостаточности и при очень различных других заболеваниях. Понижаются на анемии, на вирусных инфекциях, при алкоголизме и системных бактерицидных заболеваниях. Лимфоциты – это компонент белых кровяных телец, для их обнаружения используется тоже общий анализ. У детей количество лимфоцитов всегда выше, со временем этот показатель снизится, скажем так, придет норму. И на их количество влияет здесь именно пол пациента, потому что вот, например, у мужчин он чуть-чуть тоже достаточно ниже, у нас с вами у женщин выше. Повышаются на процесс выздоровления после болезни, на гепатиты, острые или хронические лимфоцитарные лейкемии. То есть, если человек пришел, он только что переболел, например, гриппом, и больше у него никаких сложных заболеваний нет, и мы видим повышенные лимфоциты в крови, то мы можем быть спокойны, не прибегать к перечисленным сложным заболеваниям, а просто видим, что его лимфоциты выросли на фоне его выздоровления. Понижаются они вот как раз-таки на острый инфекционный процесс и на истощение, голодание. То есть, если человек пришел и говорит, что у меня насморк, у меня какие-то головные боли, усталость, мы видим, что у нас идет пониженные лимфоциты, мы понимаем, что идет где-то острый инфекционный процесс. Продолжение следует...